Последняя тусовка. Это было в самом начале 1989 года. Только что отшумели новогодние празднества. Трудящиеся Новосибирска снова впрягались в будничную жизнь, а местные панки наоборот решили организовать грандиозную рок-тусовку. Впрочем, в сравнении, например, с фестивалем Rockfest 88, намечавшееся сборище было событием невеликим. Однако, на фоне умирающего рок-движения, оно привлекло к себе большое внимание со стороны панков, рокеров, хипарей. Сейшин проходил в актовом зале Нетти. В программе участвовал весь цвет сибирского панка. Группы гражданской обороны, Пути и Янка Дягилева. Лишь только одна команда, Великие Октябри, заявленная вместе с Янкой, была мало кому известна. Задолго до начала концерта территорию института, прилегающую к актовому залу, оккупировали представители несознательной молодежи, то бишь любителей рока. Они сидели или лежали на скамейках, подоконниках, лестничных ступенях, либо прямо на полу. Группа непонятных девиц, хипообразного вида, фланировала по коридорам и горланила песню «Все идет по плану». Больше всего народу скопилось возле входа в актовый зал. Тут я встретил много знакомых лиц и среди них предводительницу барнаульских панков Веронику. Незадолго до этого дня я кирял с ней на новогодней тусовке, но мне и в голову не могло прийти, что это с виду попсовая герла пользуется авторитетом в рок-кругах. Вероника схватила меня за рукав и оттащила в сторону. «Вот, знакомься», — сказала она мне, указывая на крикливую толпу юнцов. «Это мои орлы». Хотя на своем панковском веку я насмотрелся всякого и удивить меня было не так-то просто, но тут я офонарил. Уж больно круто выглядели эти орлы. Их прикид состоял в основном из проклепанных кожанок, цепей, металлических браслетов, ошейников. На руках у каждого были напульсники, прошипованные 100-мм гвоздями, а рожи орлы размалевали себе краской так сильно, что напоминали североамериканских индейцев. Поприветствовав Вероникиных металлопанков, я ориентировался к дверям зрительного зала, куда, кстати, уже валом валил народ. В зале отыскал своих сотоварищей, и мы не спеша взобрались на самые верхние ряды, расселись в углу прямо на полу и на ступенях. Первой выступила группа Путти, музыканты завели зал с полоборота. Мэднес, как всегда голый по пояс, одетый лишь в бриджи с генеральскими лампасами, перепоясанный пулеметными лентами, с кобурой от маузера на боку, не оставлял сомнений в том, что анархия мать порядка. С выражением свирепого дебила на лице он орал в зал «Здравствуйте, Рейган! Здравствуйте, Тэтчер! Здравствуйте, Мао! Здравствуйте, Черчилль! Но я люблю Сергеича! Я люблю Сергеича!» И все понимали, он действительно обожает Сергеича. Своим забойным роком путейцы подготовили благодатную почву для выступления следующей участницы программы. Ею была Янка с группой «Великие Октябри». Как оказалось, Октябри – это временное формирование, предназначенное для музыкального сопровождения панк-звезды из «Глухой Сибири». Так Янку назвала «Комсомольская правда» в одной из своих статей. Состояли «Великие Октябри» в основном из участников группы «Гражданская оборона». Тут были и Аркаша, и Джек, и сам Егор Летов. Несмотря на то, что под Янкины мелодичные песни толпе побалдеть не удалось, все же ее концерт прошел на ура. «Яна! Яна!» – скандировала разогретая публика почти после каждой ее песни. Сама панк-звезда, похоже, сильно взволновалась от своего выступления, потому что, поднявшись после концерта к нам на Верхотуру, многие из нашей компании были Янкиными приятелями, она закурила и приумолкла. Я не расслышал, как объявили выступления «Гражданской обороны». Но то, что суперпанки во главе с Егором появились на сцене, было ясно по оглушительному реву и топоту зрителей, по свисткам, сигналам горнов и трескотне барабанов. Так почитатели панк-рока встречали своих кумиров. Эта какофония звуков практически не стихала до самого окончания концерта. «Я люблю голубые ладони и железный занавес на красном фоне», с ненавистью вопил Егор, наматывая на себя шнур микрофона. «Я люблю умирать напоказ, погружаясь по горло в любую грязь. Некрофилия, некрофилия, моя изнуренная некрофилия». Казалось, зычный голос лидера обороны пронзал каждого насквозь. Многие в зале повскакивали с мест. Толпа была в экстазе. Впереди, возле сцены, бесновалась барнаульская урла. Среди кожанок и джинсовок мелькала розовая блузка атаманши Вероники. «Рожденному мертвым пришейте пуговицы вместо глаз», – яростно орал Летов. «То, что не сделал Мамай, октябрь доделал, довел до конца». Зал ходил ходуном. Барнаульцы, не выдержав, повыскакивали на сцену и, стоя рядом с Егором, пели. «Партия ум, честь и совесть эпохи. Здорово и вечно. Ха-ха. Здорово и вечно». Когда гражданская оборона спела последнюю песню и покинула сцену, в зале тут же включили свет, дабы шумливая публика не надеялась на продолжение представления и побыстрее покинула помещение. Люди уже было потянулись к выходу, но тут на сцену выскочил Егор и начал говорить, «Я хочу вас предупредить, что на улице стоят любера, и они думают спровоцировать Махаловку, поэтому советую вам держаться всем вместе». На это Валера Рожков, ближайший друг Летова, задумчиво заметил «Егору вечно любера милищица». Однако на сей раз опасность действительно была. Еще перед концертом, около актового зала, появились желобы в тренировочных костюмах, некоторые с комсомольскими значками на груди и, ухмыляясь, пообещали разобраться. Валера, предостерегающие выступления лидера обороны, поддержал известный панк Щепа. Он встал посреди зала и, потопав своими кирзовыми сапогами по полу, крикнул, «Если вы хотите добраться до дому своим ходом, а не на скорой помощи, то собирайтесь возле выхода, пойдем все толпой». Все же любители рока в тот вечер покинули место представления без каких-либо эксцессов. Может быть, любера предпочли не связываться с ними потому, что на стороне новосибирцев была дикая барнаульская урла. Кстати, Егору алтайцы понравились, и он пообещал съездить к ним на гастроли. Вот так закончилась эта панковская тусовка. Она стала одной из последних немногочисленных вех умирающего массово новосибирского рок-движения. Бывший панк. Новосибирск. 12 января 1989 год Вы только что прослушали отчет о концерте прошлых лет, который зачитал вам я, орг из группы Турбохой. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok